Добрый день, уважаемые коллеги! Прежде всего, хочу всех вас поприветствовать в нашем историческом зале, который вошел в историю университета и, наверное, всей нашей страны, в связи с тем, что именно в этом зале давным-давно основатель нашего государства, Советского Союза, Владимир Ульянов-Ленин, участвовал в студенческом митинге, за что, в принципе, был исключен. Поэтому так получилось, что мы его восстановили, и сегодня это зал, где проводятся торжественные мероприятия, и в основном этот зал не задействован в учебно-образовательном процессе, поэтому я вас здесь и приветствую. Поскольку университет за последние годы несколько раз проходил разные этапы трансформации, чтобы у вас было более полное понимание, где вы находитесь, я в самом начале попробую коротко рассказать об университете, о разных этапах, и потом остановиться на теме нашего ботанического сада и чем он занимается сегодня, хотя более подробно, наверное, об этом расскажет не Асфагизыч в своем выступлении, и, наверное, вы сами своими глазами увидите, когда будете посещать территорию ботанического сада. У вас несколько дней совместной работы, надеюсь, будет плодотворно, и погода этому способствует, поскольку все-таки все будет в основном проходить на открытом воздухе. Пожалуйста, слайд. Вот, ну, вы знаете, что университет был создан в 1804 году указом императора Александра I, портрет которого, поэтому здесь, в этом зале, находится, и зал актовый сейчас называется у нас императорским. Вот все те кресла, на которых вы сейчас сидите, это тоже экспонаты исторические, им по 200 лет, поэтому, если что-то там, неудобства какие-то ощущаете, ощущаете сейчас, подумайте, что вы сидите на стульях, на креслах, где восседали высокопоставленные особы, которые в те или иные годы посещали наш университет. Так вот, он достаточно хорошо развивался вплоть до 1917 года, и если у кого-то будет большой интерес, посмотреть, какие открытия в этот период были сделаны, что происходило в стенах нашего университета, все это представлено вот в соседнем зале, который сегодня работает как музей истории нашего Казанского университета. В 1917 году на короткий период университет был закрыт, ну, понятно, какие были причины, поскольку наши преподаватели, научные сотрудники переходили из стороны в сторону, у них взгляды менялись в университетском сообществе, часть всегда была консервативной, часть либеральной, как бы сейчас современные наши политологи сказали. Поэтому буквально на несколько месяцев университет был закрыт, дальше открылся и существует до сегодняшнего времени, не раз не изменяясь собственной миссии, это всегда центр образования и науки. И вот большие трансформации начали происходить, начиная с 1930 года по 1955-1954 годы, когда на площадке университета, на базе его кафедр, факультетов, начали создаваться суверенные институты. Ну, в советское время, вы помните, университетом профильные институты не назывались, поэтому вот здесь показаны те институты, которые сегодня существуют в Казани, это Казанский химико-технологический, Казанский медицинский институт, Казанский авиационный, Казанский научный центр Академии наук РАН, который сформировался на базе материально-имущественного комплекса нашего университета, и не только имущества, но и достаточно большого контингента научных сотрудников, которые переместились работать в центр или филиал Академии наук Советского Союза, затем Академии наук Российской Федерации. И к 2010 году университет, в общем-то, жил и развивался, опираясь на те научные школы, которые были сформированы в основном в годы Великой Отечественной войны, благодаря тому, что на территории университета находились ученые, которые составляли основу Президиума Академии наук Советского Союза. И там портреты их есть, будучи несколько нобелевских лауреатов, все работали здесь, и после их отъезда научные школы тоже были в основном сохранены. Поэтому такое достаточно большое открытие, которое имело мировое значение, было сделано в 43-м году, и на площадке университета, на площадке института физики нынешнего тогда факультета, было открытое явление парамагнитного резонанса, который стоит в основе основного костяка медицинского оборудования, и ЯМР-томографов, и компьютерных томографов, которые сегодня очень актуальны и востребованы, особенно в период пандемии. Ну и в целом. Дальше в основном университет в советский период работал как образовательный центр. Поскольку вся наука, я еще раз говорю, отраслевая переместилась в отраслевые институты, здесь шли теоретические разработки, дальше все это передавалось, КАХТИ, КАИ, энергетические университет, да, и там доводилось, как сейчас модно говорит, до уровня коммерсализации и внедрения тот или иной сектора экономики. Хотя в этот период шла застройка инфраструктуры, были построены вот те высотные здания, которые здесь рядом с главным зданием находятся, где сейчас локализуется институт физики и институт математики, математического блока, там у нас три института, это МЕХМАТ, ВМК и институт информационных технологий. Хотя в этот период мы получили все высшие награды и были оценены государством, вот здесь они показаны, это и Орден Ленина, Трудовое Красное Знамение и Знак Почет. Достаточно большие трансформации стали происходить, начиная с 2010 года, когда был принят указ президента Российской Федерации о создании федеральных университетов, и на площадке, наверное, я даже неправильно говорю, путем объединения по сути семи вузов был создан Казанский Приволжский федеральный университет. Следующий слайд покажите, пожалуйста. Вот здесь показаны те вузы, которые в разные годы, в основном это период с 2012 по 2015 год, были объединены, это Казанский государственный университет, финансо-экономический, два пединститута, Татарский государственный гуманитарный педагогический, Елаборский государственный педагогический университет и Академия госслужбы, Казанский филиал Приханова и Камская инженерно-экономическая академия в Набережных Челнах. Вот смотрите, указ был в 2010 году, а реальное присоединение произошло только в 2012 году. Одновременно существовали все ректоры или работали ректоры и работал ректор Казанского федерального университета, ваш покорный слуга. Мы этот процесс проводили в течение полутора-двух лет. И в 2012 году все эти учебные заведения были ликвидированы и стал работать один университет. До этого мы имели несколько ученых советов, имели общий ученый совет, который принимал решение. Поэтому этот этап мы вспоминаем как очень интересный этап нашей жизни, когда один варил борщ, другой варил уход, третий – плов. И все это потом слили в один очаг. Мы получали достаточно много критики и формировали в этот этап контуры нашего нынешнего университета. Следующий, пожалуйста. Далее, поскольку предыдущий слайд, если вы внимательно посмотрите, вы могли увидеть, что по сути стал преобладать гуманитарный, социогуманитарный блок, то есть ведомые университеты, финансово-экономические институты бывшие, значит, потом Прихановка и все другие, академии госслужбы. И мы стали таким большим гуманитарным вузом. Но понятно, что гуманитарный вуз не может конкурировать в мировом пространстве как самостоятельной структурой. Поэтому, когда в 2013 году появилась программа 5 ТОП-100, всем известная, значит, то стал перед нами вопрос, а что нам дальше делать и каким образом развиваться. Поэтому было принято решение воссоздать с нуля практически медицинское направление. На базе биофака был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. И возник вопрос, как нам жить без клиники. Поэтому было принято решение уже на уровне субъекта Республики Татарстан, указом его президента, нам были переданы, по сути, три медицинских учреждения, которые составляли основу медицинских учреждений Республики. Значит, по старому, чтобы было понимание, это одна из клиник была Обкомовской больницей еще с советских времен. Все они находятся в центре сегодня и благополучно работают, находясь в общей сети медицинских учреждений Республики Татарстан. Они вот здесь показаны. Поскольку они находились в центре Казани, это не новые были учреждения, имели собственную историю, но в то же время кампусы, конечно, этих медицинских учреждений и их оснащение было, мягко говоря, не очень хорошее. Следующий, пожалуйста. Также, поскольку были присоединены педагогические узы, стал вопрос, а где нам готовить специалистов и какова база практики. И также мы состав университета приобрели, я именно использую этот термин, два в начале лицея, где идет обучение с 6 класса по 11 и буквально в прошлом году в августе приобрели школу, которую назвали школа университетская в городе Елабоге. Это обычная школа, где поступают дети или обучаются дети с микрорайона, а два лицея мы набираем по конкурсу. То есть это талантливые дети, победители олимпиад, в основном в области IT-технологии и физико-математического и биологического направления. Следующий, пожалуйста. Ну и вот на площадке всего этого имущественного комплекса были сформированы те структурные подразделения, которые вы видите на этом слайде. И нам удалось как-то сбалансировать физико-математический блок, естественно, научный блок и гуманитарный блок. И по контингенту обучающихся на сегодняшний день, и по контингенту преподавателей, научных сотрудников. Вот все, что вы видите зелененьким, это вновь созданные структурные подразделения. У нас был биофак, на его площадке мы создали, или на его основе создали Институт фундаментальной медицины и биологии. У нас был геологический факультет, мы создали Институт геологии и нефтегазовых технологий. Ну вот создали университетскую клинику и Институт информационных технологий и интеллектуальных систем, и с нуля создали инженерный институт. Значит, можно задать вопрос, а для чего вообще вы имели Институт ВМК, Мехмат, Институт физики, для чего вам понадобился еще Институт информационных технологий и интеллектуальных систем? Значит, это структурное подразделение полностью создано с бизнес-структурами, поскольку основная вариативная часть программ преподается представителями бизнеса. Инженерный институт нами тоже был создан как площадка вначале, хаб, где реализуются или доводятся до логического завершения те разработки, которые делаются в институтах естественно-научного блока и физико-математического блока. То есть идет процесс коммерциализации, поэтому опытные производства, модели все были сформированы вначале в инженерном институте, а потом уже передаются, соответственно, потребителям. В гуманитарном блоке практически с нуля путем объединения ряда факультетов был создан институт международных отношений, институт филологии и межкультурных коммуникаций, институт психологии и образования. Ну и вы видите там зелененьким, что дальше. Хочу сказать, что институт это самое большое структурное подразделение университета. Когда мы объединяли вузы, мы слили туда одноименный факультет. Институт получил статус определенной автономии. Они сами набирают на работу, принимают решения, определяют стратегические направления развития. И если кто-то желает, они имеют и собственные счета. Ну кто-то имеет из них, кто-то и не имеет. Вот, допустим, институт фундаментальный медицин и биология, он имеет собственную бахалтерию, собственные счета. И в пределах действующего законодательства может обладать какой-то частью и финансовой автономии. Я почему об этом говорю, потому что вы, наверное, знаете, что законодательство Российской Федерации не допускает образования дочерних структур, структурах университета, имеющих большую автономию. То есть мы работаем в университете по казначейской системе, то есть мы автономны, мы имеем коммерческие счета, но внутри университета распределение ресурсов идет по казначейской системе. То есть есть централизованная бахалтерия, и если ты имеешь собственную бахалтерию, то мы просто положенную сумму по бюджету перечисляем, а внутри институты уже сами распределяют. Ну и вот следующее, пожалуйста, имеем мы всего два филиала, это в Елабуге и в Набережных Челнах, второй-третий слайд показывали, это были самостоятельные вузы. То есть мы все действующие филиалы, которые имелись до 2010 года, закрыли. У нас вновь созданных филиалов на сегодняшний день нет. Еще раз хочу обратить ваше внимание, они локализуются на площадке самостоятельно ранее работающих вузов. Допустим, Елабужский педоуниверситет, ему более 115 лет, он имеет собственную историю. Политехнический институт Набережных Челнах был создан в советское время под строительство КАМАЗа и для обеспечения его работы. На сегодняшний день в университете обучается порядка 48 тысяч студентов, из них около 11 тысяч, это иностранные студенты и почти из 106 стран мира. Ну и здесь все параметры наши показаны, под миллион квадратных метров, точнее 910 тысяч квадратных метров у нас площадей и вот земельные участки, в том числе и один земельный участок отдан под ботанический сад. Здесь тоже все показано. Следующий, пожалуйста. Ну и большой университет и стал вопрос, что выбрать в качестве приоритетов, вот они здесь, приоритетные направления развития университета тоже показаны. Значит, биомедицина и фармацевтика, нефть, нефтепереработка, нефтехимия. Мы живем в ресурсной углеводородной стране и в республике Татарстан тоже есть собственная нефтяная компания. Общая добыча нефти на территории республики порядка 35 миллионов тонн нефти ежегодно, чуть больше, чуть меньше из года в год. И в основном поставлена задача всю переработку тоже локализовать на собственной территории. У нас самые крупные в Европе нефтехимические производства. IT-космические технологии и комплексные социогуманитарные исследования с акцентом на подготовке педагогических кадров. Ну и здесь показаны наши места по прошлому году в рейтингах, международных рейтингах в тех или иных предметных областях. При выборе приоритетов мы исходили из того, что эти направления должны быть а, междисциплинарными, то есть давать работу всем другим институтам и направлениям. С другой стороны, они должны быть востребованы бизнесом, властью и обществом в целом. Следующий, пожалуйста. Для работы по приоритетным направлениям была принята собственная модель. То есть выбирался опорный институт, ну вот в частности здесь показан, исходя из тематики нашего разговора, Институт фундаментальной медицины и биологии, а дальше те или иные лаборатории или кафедры, которые локализовались в других институтах, они получали заказ именно от опорного института и подчинение у них было двойной. То есть по заказу они относились к Институту фундаментальной медицины и получали оттуда денежку. На приоритетное направление мы выделяли ресурсы, а образовательный процесс ввели и в собственном институте тоже. В целом, вот такой подход позволил нам выстроить достаточно неплохую инфраструктуру и концентрировать или сфокусировать на приоритетных направлениях работу всего университета. Значит, директора опорных институтов по приоритетным направлениям, им был придан статус проректора, поскольку в основном на 0,25, на 0,5 ставки они работали проректорами, а основной, конечно, работали по приоритетам и локализовали своих институтов. Значит, вот здесь написано Open Lab. По приоритетному направлению мы начали думать, а как нам их развивать. В самом начале я вам говорил, что университет стал в какой-то степени чисто гуманитарным университетом. Мы изучили опыт наших партнеров, как внутри страны, так и за рубежом, которые развивались по этим направлениям, посмотрели, какие лабораторные комплексы они имеют и, в принципе, закупили все это оборудование. И, слава богу, у нас были определенные ресурсы по программе развития федеральных университетов и по программе 5 ТОП-100. И в основном все эти ресурсы сконцентрировали, как я уже говорил, на приоритетах. Закупили оборудование, сделали инфраструктуру, дальше стал вопрос, а кто там будет работать и откуда взять людей. Мы сделали открытый конкурс, значит, ну, примерно звучал так, если простыми словами. Кто хочет прийти к нам и работать, мы создадим все условия для реализации ваших амбиций. Да? Ну, вот приехали достаточно большое количество разных людей, это не только иностранцы, в основном это наши соотечественники, и очень много было молодых ребят. Я им говорил примерно так, вот тебе там 25-30 лет, ты кандидат наук или доктор наук, ну, вот когда ты еще станешь директором института или получишь право самостоятельно формировать собственную школу и получишь возможность реализовать собственные амбиции. Вот вы нас, молодежь, все критикуете, ну, вот вам карты в руки, пожалуйста, докажите, что вы чего-то в этом мире стоите. Причем, поскольку мы не являемся чисто альтруистами, мы говорили, вот для нас, ваша лаборатория, вот темный ящик, вы скажите, пожалуйста, что вам нужно, какие ресурсы, да? А в конце мы вам определим те параметры на выходе, которые бы мы хотели от вас получить. Ну, в основном, поскольку программа 5 ТОП-100 была ориентирована на международную конкурентноспособность, в основе которого лежат там приведенные параметры по публикационной активности, по зарабатыванию денег как за счет НИОКР, так и общих доходов, мы исходили из того, что если все, что нам молодые люди предлагают, востребовано, то их результаты научных истин должны а, либо публиковаться в хороших топовых индексированных журналах, либо за эту штуку им кто-то должен платить. А если их не публикуют и им не платят, причем как государство, так и компания, то мы говорили, извините, ребята, ваши амбиции, они на сегодняшний день, может быть, и очень важны для вас лично, но они пока не востребованы никем, ни обществом, ни государством, ни бизнесом, поскольку вот желание что-то сделать должно быть подкреплено возможностями, мы эти возможности вам даем, но востребованность тоже должна быть подкреплена тем, что за ваш продукт кто-то готов платить, или ваши результаты, если носит фундаментальный характер, кто-то должен публиковать. Таким образом, было открыто более 100 лабораторий, и мы практически не проводили администрирование, кроме вот конечных результатов. То есть во сколько люди приходили на работу, никого не интересовало, чем они занимались там, мы сделали круглосуточный доступ к этим лабораториям, и, по сути, обговаривали заранее, сколько кому ресурсов нужно, и практически всех обеспечим. Да, и на третий-четвертый год лаборатория должна была выйти на самоокупаемость. Дальше возник вопрос, как все это транслировать в образовательное пространство, и на третий-четвертый год работы мы в качестве КПИ им поставили так, что они должны начать преподавать как минимум на 0,25 ставки, поскольку все, что нарабатывалось, должно было кому-то передаваться. Но и программы тоже должны были быть востребованы, то есть на них должны были записаться студенты. Вот у нас была такая ситуация, когда по робототехнике разработали очень интересную программу, бизнес востребованность проявлял, но разместили, мы, то есть подняли его на магистерский уровень. Но айтишники никто не пошел после окончания бакалавриата. Все сказали, так мы сейчас так хорошо зарабатываем, зачем нам нужно еще учиться. А вот как только его опустили на уровень бакалавриата, так запись пошла. То есть люди первые годы обучения проявляют очень большой интерес к робототехнике, к интеллектуальным системам. А когда ты уже 4-5 лет отучился, ты уже начинаешь понимать, как сформирован рынок этих услуг, и идешь просто работать. Раз тебе хорошо за это, тем более платят. Зеркальная и взаимодополняющая лаборатория в основном это для работы с нашими партнерами. Зеркальная – это прототип, один к одному повторяется то, что есть у наших в основном зарубежных партнеров. А взаимодополняющая тоже понятно по названию. Мы обговаривали, кто что покупает, поскольку ресурсов никогда не хватает. То есть мы говорили, часть исследований проводим в одном университете, а часть проводится у нас, часть в третьем университете. Таким образом нам удалось сформировать кооперационные связи. Вот сейчас очень много говорят о формировании консорциумов в рамках программы 2030. А мы это сделали вынужденно, еще раз говорю, из-за недостатка специалистов в тех или иных приоритетных направлениях, но и недостатка ресурсов. Следующий, пожалуйста. Вот за последние 10 лет нам удалось привлечь достаточно, ну, по российским меркам, большую сумму, более 32 миллиардов рублей, и в основном это вот на реализацию приоритетов. Ну и дальше создано сколько лабораторий, центров превосходства, тоже все здесь представлено. Мы стали участником практически всех федеральных программ, которые были объявлены в Российской Федерации. Ну и здесь основные гранты, это 218-й, 220-й, цифры тоже здесь приведены. Я надеюсь, вы знаете, что для работы с крупными компаниями были инициированы государством так называемый грант по постановлению 218, который явился очень, ну, таким связующим звеном между компаниями и между научными центрами и университетами. Следующий, пожалуйста. Ну, а здесь вот представлена широта предметных рейтингов, где мы представлены, позиции тоже есть. Нам, конечно, в позициях очень помешалось изменение названия. Когда мы стали Казанским, Приволжским федеральным университетом, из поисковиков Казанский государственный университет просто ушел. То есть такое ощущение было, что вот он жил-жил, там, 10 лет, да, а потом раз и исчез. Это примерно я всегда привожу пример, когда девушки выходят замуж, меняют фамилию, и поисковики, их одноклассники практически найти не могут. А если дважды поменять фамилию, то тем более. И здесь еще появилось название аббреватора Приволжский. Кто-то нас называет Приволжский федеральный университет, кто-то Казанский федеральный университет. Тем более сейчас есть сокращение КФО, это и Крымский федеральный университет, да. Поэтому мы вот в названии стараемся все пункты учесть. Хотя в английском языке, если вы переведете Приволжский, то это Волгариджин, да, и нам задают партнеры вопрос. Так вы федеральный все-таки университет, либо региональный университет? Вы кем сейчас стали-то? Вот сейчас у нас выбор, траектория участия в 2030, там с одной стороны как исследовательский университет, с другой стороны как университет, оно способствующее территориальному развитию. И мы никак не можем в университете определиться. Поскольку по статусу федерального университета мы работать должны и в указе президента, и в федеральном законодательстве, да, мы должны работать на округ. То есть это по сути территория, но это не субъектовые территории, да, а по всем показателям мы проходим по исследовательскому треку. Поэтому, ну вот, вы видите, как росла представленность в предметных рейтингах, но и вот в области сельскохозяйственных наук, но тоже мы здесь представлены, тоже шанханьский рейтинг. Следующий, пожалуйста. Здесь широта чуть больше в КОЭС, и все-таки КОЭС ориентирован на больше классического университета, каковым, по сути, мы и являемся. Ну вот два приоритета. В области эдюкейшн мы в сотне предметных рейтингов, в 90-й позиции занимаемся, и вот нефтегазовое дело тоже. По эдюкейшн в образовании мы в сотню входим по ТАИМСу, а по КОЭСу вы видите позиции 101-150. Ну, как классический университет, по широте представленности в предметных рейтингах, как все это менялось, тоже вы видите, мы в четвертой позиции, 16-й, да, в старых предметных рейтингах присутствуем. Ну, и институциональный рейтинг тоже наверху, он тоже как бы показывает правильность выбранных приоритетов, как мы считаем, поскольку мы движемся в нужном пока направлении. Следующий, пожалуйста. Ну, и поменялась модель развития университета. Вот всегда в истории наука и образования в разные периоды, я об этом говорил, период императорский, все-таки наука была в большей части представлена. В советское время образование, ну, мы считаем примерно вот 50 на 50. 16-й по текущий момент, вот, появились инновации. Под инновациями мы все-таки понимаем вопросы трансфера технологий. Да, и для этого были созданы те площадки, которые вот внизу. То есть лицей для нас, это не просто площадка, где мы готовим под себя талантливую абитуру. Это и площадка для отработки педагогических технологий, с одной стороны, это и площадка для практики наших студентов. У нас, если вы зайдете, там два стал преподавателя и студента, он совмещен. То есть преподаватель может встать, уйти по телефону поговорить. Студент должен сразу продолжить эти занятия. Тем более, сейчас разрешили, уже со второго курса у нас все этапы проходят студенты. То же самое для нас клиника, это тоже научный центр, да, и в то же время это база практики. Больница у нас большая, примерно на 900 стационарных койко-мест сейчас мы довели до этого параметра. Работают порядка 2000 медицинских работников, и мы вынуждены были и развернуть ковид-госпиталь тоже на своей территории. Довели его до 100 стационарных койко-мест и, соответственно, оснастили. Ну и дальше вот все, что мы делаем, мы оцифровываем, и достаточно без особых больших проблем мы перешли вот в период пандемии к дистанционной системе образования. Сегодня у нас идет гибридная система, я думаю, она таковой и останется, даже когда все ограничения будут сняты. Ну и достаточно большое количество разных центров переподготовки имеется на сегодняшний день. Мы их тоже используем как центра трансфера, поскольку в процессе переподготовки мы узнаем, а что же сегодня нужно действующим педагогам, действующим врачам, государственным служащим и нашим бизнес-партнерам. И пытаемся все это сразу перенести на первичные программы подготовки. Следующий, пожалуйста. Ну и вот у нас набран тренд, основные тренды здесь промышленной революции показаны. Мы должны поменять и содержательную часть, связанную с научными исследованиями и с образовательными траекториями. Следующий. Ну и вот последняя инновация, которая вот в этом году начала уже реализовываться, значит, мы получили от Республики площади почти 19 тысяч квадратных метров. Кто-то, если на самолете прилетел, видели, это здания, которые были под WorldSkills построены, под технопарк собственный. Сейчас мы доводим нормативные документы до этапа возможности использования всех этих площадей, поскольку нам все говорят, нужно формировать новые рабочие места, но как только мы начинаем это делать, на своей площадке возникают вопросы, а каким образом нам пускать туда разные МИПы, резидентов, поскольку каждая передача в аренду требует полугодового в минимальном случае согласования. Ну какой же бизнес будет там по полгода ждать, пока ты получишь свои ответствующие документы. Поэтому вот сейчас мы этим делом занимаемся. И второе, вот здесь показано как раз участие в университете Дмитрия Николаевича Чернышенко два с половиной месяца назад на нашей территории, когда было принято решение сформировать так называемый карбоновый полигон и карбоновую ферму. Я думаю, наш ботанический сад при формировании карбоновой фермы примет активное участие, поскольку это как раз связано с темой непосредственно его работы, и, я надеюсь, получит какое-то финансовое подкрепление. Следующий, пожалуйста. Ну а это наше общежитие, спортивные комплексы. Нам было передано один из спортивных объектов. Точнее, мы сегодня имеем один из спортивных объектов. Часть из них были переданы после проведения университета. Ну и деревни университета в основном тоже было передано Казанскому федеральному университету и Академии спорта. Основной блок это наш. Поэтому мы до последнего времени были одним из университетов России, которые достаточно хорошие были обеспечены общежитиями. Конечно, на сегодняшний день из-за достаточно большого притока иногородних и иностранцев нам уже где-то около 2000 мест в общежитиях не хватает. Нам, конечно, и потребовалось восстановление всей старой инфраструктуры общежития тоже, которая находится в городе. Следующий, пожалуйста. Ну и здесь наши лицеи были признаны топ-лучшими и в этом году. Да, и мы с сентября, наверное, запустим детский садик, который мы назвали «Мы вместе». Это тоже садик необычный. Это садик для работы с детьми с аутическим спектром расстройств. Для наших психологов, медиков. Это тоже такая научная база по отработке технологии в области социализации детей. И дальше, конечно, станет вопрос, а после садика кто с ними работать будет. Поэтому мы превратили наши школы, садики и наши лицеи в такой, знаете, центр отработки. Когда я использую этот термин, всегда мне журналисты говорят, вот у Гафурова там дети – это объект исследования, больные пациенты тоже объект исследования. Но если мы так в университете подходить не будем, то ничего нового мы не разобьем. Вот сегодня стали очень насущными вопросы поведения детей, их психологические состояния. Многие связывают это и с пандемией, и с переходом на цифровые технологии. Хотя с этим можно согласиться только, наверное, косвенно. Поскольку мы некоторые вещи, свойственные советскому этапу развития в области педагогических наук полностью отвергли в свое время. И просто мы же с вами историю тоже. В 2017 году убрали все, что того периода касалось. В 90-е годы сказали, мы все разрушим и новый мир построим. И вот сейчас я не зря показал кривую по развитию университета. Вот все, что поднималось до 2017 года, потом вышло на стагнацию. И мы считаем по измеримым показателям, что с 2010 года все-таки мы трек набираем пока позитивный. Следующий, пожалуйста. Ну и вот этот слайд всем нравится, но я все-таки хочу перейти теперь к вопросу нашей темы. И скажу, вот не зря я вам привел исторические разные периоды развития университета. Вот то же самое происходило с ботаническим садом. Вот мы собрались, и как бы у нас по поводу 215-летия нашего ботанического сада. Мы уже в 1830 году, точно так же, как Казань считается центром востоковедения, В 1854 году все отсюда загрузили, отправились в Санкт-Петербург. И с тех пор восточный разряд нам удалось восстановить только в 2015-2016 годах. Мы по крупицам когда все начали собирать, и вот объединили исторический факультет, создали институт международных отношений. То же самое с ботаническим садом. Значит, поскольку в самом начале ботанический сад был сформирован вот здесь, на территории нашего университета, где сейчас находится у нас библиотека и астрономическая обсерватория. Дальше сказали, мест не хватает, все это бросили и приобрели территорию, где сейчас находится зоопарк. Значит, все начали развивать, ну и уже в 1900, по-моему, 30-х годах, вот здесь мне написали, но я все-таки так примерно в этот период, горисполком все это сказал хорошему университету и забрали под город, и вся связь прервалась. И только в 1980-е годы было принято решение заново попытаться возродить ботанический сад и нашли территорию, где сейчас располагается, но территория была очень большой. И в 2013 году, поскольку, представьте, город развивается, и в центре города находятся территории, которая, как считалось, не совсем эффективно используется, нам увеличили в течение года в 11 тысяч раз налог на землю. Мы должны были под 10 миллионов в год платить налог на землю. Соответственно, мы посоветовались, и на части территории по федеральному проекту сделали коттеджный городок для сотрудников университета, и сегодня там обустраивается эта территория, уже все домики построили, 137 коттеджей, молодые специалисты получили в основном. Это закрытый университетский городок, и рядом вот 4 гектара нам удалось сохранить и обустраивать эту территорию. Я думаю, вы сами увидите, я не буду давать оценку, но и наша задача превратить эту территорию в новый научно-просветительский образовательный центр, чтобы он работал и на город, и, конечно же, имея достаточно большой контингент молодых людей, чтобы он популяризировал все, что мы делаем в этой области. И у нас две такие площадки. Это одна площадка, это территория обсерватории в сторону Зеленодольска, отсюда находится где-то 20 километров на расстоянии. Там тоже обсерваторию мы будем 120 лет праздновать в сентябре этого года. Это уникальная территория. Ну, а поскольку сегодня полностью засвечено небо, там изыскание или проводить наблюдение дальнего и ближнего космоса практически невозможно, мы там построили планетарий большой собственный, и обустраиваем сегодня эту территорию, и хотим ее сделать просветительским центром для физиков, химиков, астроновов, биологов в том числе. И часть карбонового полигона тоже будет размещаться на этой территории, поскольку инфраструктура позволяет все это делать. Там же мы строим общежитие для студентов, чтобы они там не просто посещали, а чтобы могли достаточно длительное время находиться. Это будет, поскольку он рядом с Казани, тоже превращен в определенный Сириус. Там территорий, конечно, намного больше, но и часть, мы договорились с руководством ботанического сада, что часть территории тоже будет им там отдана. То есть у нас такая будет распределенная система. Более того, принято решение, пока ректорам еще не все воспринимают это. Вы знаете, что у нас цифровые технологии сквозным образом должны проходить через все образовательные программы, и каждый должен уметь работать на компьютере в той или иной степени. Но мы поставили задачу полной биологизации системы образования в Казанском федеральном университете. Независимо от того, филолог ты, математик, или айтишник, или химик. Поскольку мы считаем, что биологическая неграмотность, она в том числе отражается и на сегодняшнюю нашу обыденной жизнь. Есть специальные программы по финансовой грамотности. Минфин Российской Федерации внедряет что-то, и сразу программа. Мы в университете, начиная от наших лицеев, детских садиков, будем внедрять эту программу. И, конечно же, здесь существенная роль будет отдана Ботаническому саду, его руководству, как они сумеют реализовать эти постановочные ректорам задачи. Вот, наверное, и все, что я хотел сказать. В завершение хочу пожелать вам. Во-первых, поблагодарить вас, что вы в непростое время нашли возможность приехать, собраться. Мы сейчас с ректорским сообществом, когда собираемся, всегда с ностальгией вспоминаем наши обычные, казалось бы, встречи. Мы совет ректоров, Виктор Антонович, когда собирал, мы говорим, ну сколько каждый квартал собирает, ну о чем там, да, каждый раз, вот есть компьютеры. А вот сейчас, знаете, каждая такая встреча, она как уникальный нами рассматривается, поскольку дает нам возможность пообщаться, обсудить, поговорить, поплакаться, в конце концов, друг к другу, обсудить те или иные проблемные моменты, которые всегда, к сожалению, в жизни бывают. Ну и хотел бы, чтобы воспользовались моментом, посмотрели Казань, музейные комплексы, изучили университет. И если удастся наладить горизонтальные связи, да, наверное, это было бы тоже хорошо, поскольку мы бы в этом случае работали по принципу взаимного дополнения. У каждого из вас есть уникальные собственные разработки, которые можно было бы, наверное, масштабировать по всей стране. И когда есть такая ассоциация людей, нацеленных на единую конечную цель, тогда, я думаю, многие препоны можно решить. Ну и самое главное, желаю вам всем здоровья и удачи по жизни. Спасибо вам и извините за долгое вступление. Спасибо, Ишат Равкадыч, за информацию, такую глубокую, содержательную информацию об университете, о планах, о деятельности. Действительно, университет на сегодняшний день работает во всех направлениях, и благодаря руководству находим поддержки в различных направлениях, в том числе и вот деятельность, скажем, специфичная, кажется людям, ботанические объекты тоже интересны и находят свое место. Для дальнейшего слова предоставляю слово председателю Совета отделения Урал-Павлова ботанических садов России Шигапову Зинуру Хайдарычу. Зинуру Хайдарычу, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Уфимский федеральный исследовательский центр «Уфимский федеральный исследовательский центр» создали Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, который должен стать таковым. И, конечно, Миша Травкадыч, то, что вы показали симбиоз таких разных направлений наук, что это можно все вместе в одном учреждении собрать, и не мешая им, но в то же время получая вот такой эффект, развивать, это дорогого стоит, и вы показали, что это реально работает. Хотя, когда начинались вот эти все процессы, конечно, были большие сомнения, эти сомнения и остаются где-то там, где вот такого рода реформы идут или начинаются только-только. Поэтому впечатляем и гордимся вот вашими достижениями. И мне хочется сказать, что вот, слушая ваш доклад, мне стало как-то удовлетворительно, что ботанический сад находится, ну, как принято говорить, под крылом сильной компании, то есть в составе такого сильнейшего федерального университета с мощной наукой, мощным образованием, мощной технологией и, понятно, финансы мощные, и, конечно, можно только по-хорошему позавидовать и понимать, что, наверное, будущее ботанического сада федерального университета, оно светлое, и они уже развиваются и дальше будут развиваться семимильными шагами. Это, я думаю, сегодня мы тоже увидим. Но мы уже заочно знаем, что там идут большие процессы и идет большое развитие, и очень разумно вот распорядились, Шатар Афгадович говорил о территории, то есть, чтобы быть ботаническим садом успешным и полезным, необязательно иметь очень большие территории. Я, Шатар Афгадович, вспоминаю 2011 год, когда здесь проходила сессия Совета ботанического сада Урал и Поволжье, мы с вами встречались, и как раз только-только начиналась вот эта история развития федерального университета, и достаточно вы правильно, но жестко ставили вопрос, а вот что такое ботанический сад, какое его место в федеральном университете, в Казани, в Татарстане, в целом в обществе, что он может дать, что он должен дать, и что в первую очередь мы сами, вот как вы сегодня тоже об остальных говорили, что в первую очередь ботанический сад сам должен выработать свою линию деятельности и показать, чем они могут быть, чем ботанический сад может быть полезен для общества, для государства, для университета, для образовательной системы, для науки. И мне очень приятно вот сейчас по прошествии 10 лет сказать, что вы общий язык нашли, и вы правильно поставили цели и задачи, и правильный формат работы, мне так кажется, взаимодействие, управление и вот этим вот красивым небольшим подразделением, которое, конечно, достойно нашло свое место и прекрасно развивается, и прекрасное будущее у этого ботанического сада. Вспоминая развитие Совета ботанических садов, я хочу чуть-чуть тоже сказать исторический момент. В 50-х годах прошлого века Академия наук Советского Союза стала организовать научно-координационные советы по самым различным направлениям наук. Одним из первых таких советов, которые назывались проблемные советы, это был совет по интродукции и акклиматизации растений. То есть Совет ботанических садов – это и есть научный совет по акклиматизации растений. Решение о его создании было принято в 52-м году на Всесоюзном совещании в Главном ботаническом саду Академии наук СССР. И проблемный совет так и назвали – Совет ботанических садов СССР. Он взял на себя функции главного координатора и организатора системы интродукционных учреждений. К тому времени в Советском Союзе было около 70 ботанических садов и дендрариев. В совет вошли и сады Уралы-Поволжья, Вуфе, Свертловске, Куйбышеве, Саратове. Центральный совет в 1960 году реорганизовал управление интродукционной системой, то, что только из центра работать было невозможно, и образовал региональные советы по таким крупным экономико-географическим областям. Созданы были советы ботанического саду в Ташкенте, Киеве, Минске, в Риге, в Тбилиси и в Новосибирске. Это как раз и был наш совет для огромной территории от Урала до Дальнего Востока. Но это тоже был слишком крупный совет, поэтому в 1964 году этот совет назывался Восточным. Восточный совет, который базировался на Новосибирске, совет ботанических садов Урала, Сибири и Дальнего Востока, был разделен. И решением Центрального совета и бюро отделения общей биологии Академии наук СССР был организован Совет ботанических садов Урал и Поволжья. То есть наш региональный совет, как региональный, берет свое начало с 1964 года после выделения из Новосибирского совета. Но, тем не менее, территория, охватываемая деятельностью нашего совета, оказалась очень значительной. Это много сотен тысяч квадратных километров. Она расположена в разнообразных условиях. На юге лежат сухие степи, на севере – тайга и леса тундра. По Волжье расстилается бескрайняя равнина, а на Урале проходит горная цепь. Но в то же время эта территория объединена наличием общих неблагоприятных климатических факторов, высоким уровнем континентальности. Во всех частях региона растения страдают от зимних холодов, от контрастных температур весны. Урало-Поволжский регион объединяет и относительно бедный ассортимент используемых в культуре видов растений, что объясняется и особенностью климата, и спецификой исторического развития отдельных его территорий. Особенно это касается декоративных культур. Их разнообразие, ассортимент в озеленении значительно уступает западным регионам страны, не говоря уже о южных. Исходя из этих специфических особенностей и сформировалась интродукционная область – Урал и Поволжье. И был создан региональный совет. Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук в соответствии с решением отделения общей биологии стал и является и сейчас Центральной научной организацией по координации важных ботанических проблем в огромном регионе Российской Федерации. И тогда совет возглавил член-корреспондент Станислав Александрович Мамаев. И в течение четырех десятилетий он возглавлял и был главным координатором интродукционной науки на Урале. При его участии сформировалась большая сеть ботанических садов и дендрариев крупного региона страны. В 1964 году в совет входило всего лишь шесть ботанических учреждений. Это, собственно, Уральский ботанический сад, Ботанический сад Уфе Башкирского филиала Академии наук СССР, Ботанический сад Куйбышевского пединститута, Ботанический сад Саратовского госуниверситета, Пермского госуниверситета и Казанский зооботанический сад. С 1972 года началась активная деятельность по проведению ежегодных выездных заседаний. Это была идея Станислава Александровича, и эту идею мы продолжаем и по сей период, за исключением прошлого года из-за известных причин. Мы каждый год проводим выездные сессии в одном из таких городов. И вот в Казани это была, я уже говорил, в 2011 году такая сессия. И такая сессия должна была быть в 2021 году. Вот, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы. И прошлогодний Самарский совет у нас перешел на этот год. И вот мы, к сожалению, здесь проводим сессию, но немножко в усещенном виде уже, но как юбилейное мероприятие. Но представители и руководители основных, наиболее активных ботанических садов регионального совета находятся здесь, в этом зале. И с членами бюро, и представители всех основных ботанических садов. Постепенно в совет включались новые учреждения. Среди них в период 70-х, 70-х, 80-х годов можно отметить ботанический сад Уральского госуниверситета Свердловский, Дендрарий Саратовского НИИ сельскохозяйства, Дендрарий Волжско-Камбурского госзаповедника, где мы завтра будем, Дендрарий Марийского политехнического института и ботанический сад Казанского госуниверситета. В настоящее время в состав Совета ботанических садов Уралы по Волжье входит 35 членов, то есть было 6, стало 35. То есть результат в развитии регионального нашего ботанического сада, он тоже впечатляющий. Хочется отметить, что из этих 35 членов Совета 6 – это учреждения Татарстана, Казани и Татарстана. То есть тоже львиную долю и активных членов в нашем Совете играют это казанцы и татарстанцы, чему тоже мы очень рады. И когда проходят все советы здесь, конечно, тяжеловато бывает посетить и воспринять все то татарское гостеприимство по всем этим 6 учреждениям. Но ботаники – народ сильный, поэтому мы все это выдерживаем. Поэтому я поздравляю всех членов нашего Совета, всех участников, всех гостей. Конечно, в первую очередь Казанский федеральный университет и его жимчужину, ботанический сад, учебно-производственный центр, его статус в составе Института фундаментальной медицины и биологии с прекрасной датой, прекрасной историей. Да, история еще, мне извините, что об этом будет, наверное, говорить, она очень разная. Были периоды, когда как такого ботанического сада не было, но тем не менее сама история, она включает в себя вот этот более чем 200-летний период. И этим тоже вы отличаетесь от… То есть вы старейший ботанический сад, исторически старейший. И, конечно, вот этот период уже с 85-го года, когда идет современный период, и мы видим, что идет развитие в период федерального университета, и вот когда пришел уже новый молодой руководитель, все это мы… На наших глазах идет бурное развитие ботанического сада Казанского федерального университета. С этим мы вас поздравляем и желаем, ну, дальнейших, больших-больших успехов. Для этого у вас есть все возможности. Татарстан знаем, Казань знаем, Казанский федеральный университет знаем, хотя Ильшат Татархадович говорит, у нас название менялось, там и аббревиатуры разные. Ну, на самом деле, когда вот эти рейтинги, там вещи выпадают, надо за ними следить, и приходится так подсказывать, что мы… И те, и те, и те – это мы, и все заслуги наши общие, не делиты на всех. Поэтому я вас поздравляю с теми успехами, и хотел бы, чтобы много времени не занимать, вручить по счетной грамоте Совета. Это высшая награда нашего регионального совета. По счетной грамотой награждается Ботанический сад Казанского федерального университета за большие успехи в развитии биологической науки, внедрение ее достижений в практику, создание современной научной базы и крупной коллекции растений, активно используемых для образовательной и просветительской деятельности, и научных исследований по интродукции растений и декоративному садоводству. Нелезавидович, я желаю вам успехов и поздравляю уже с теми успехами, которые у вас есть. АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно же, я сегодня не могу отметить еще одного, точнее одного человека, специалиста, ветерана университета, ветерана ботанического сада. Ну, я знаю, что он немножко приболел и не присутствует, но я могу сказать в присутствии уважаемого ректора, что и Татарстану, и Казани, и ботаническому сообществу университет повезло, что у вас есть такой специалист, как Максим Сергей Владимирович. Конечно, во многом, не преувеличивая, не переоценивая его вклад, развитие и историческое развитие последних десятилетий ботанического сада, и настоящий ботанический сад, и его будущее связано с этим истинным ботаником, интродуктором, преданным своему делу, и очень большому специалисту, профессионалу ботанического интродукционного дела. Он, наверное, единственный профессионал, который универсальный, обычно в ботанических садах, но специалист достаточно узкой крови, оранжерейщики, дендрологи, цветоводы, или даже по более узкой группе растений, а Сергей Владимирович специалист по всем группам растений. Вот он уфей к нам приезжает, он по оранжерее очень много замечаний давит, по территории, по дендрологическим коллекциям, по цветоводству, то есть вот такого специалиста, ну, никого не хочу обижать, нигде нет, ни у кого нет, у меня вот ботанического такого нет, поэтому с этим я вас поздравляю, я поздравляю его, цените его, берегите его, чтобы он был жив, здоров и долго-долго работал. Ему можно и зарплату не платить, он работает, работает и работает, и такие люди бывают. Поэтому благодарность от имени регионального совета объявляется Максимова Сергея Владимировича за большой вклад в развитие ботанического сада Казанского федерального университета. Ну, я прошу директора. Спасибо большое за приглашение, спасибо большое за организацию вот сегодняшнего мероприятия, ну и мероприятия, которые будут еще в последующие дни. Всем желаю успешной, приятной, полезной работы, общения, правильно сказал уважаемый ректор. Мы, конечно, соскучились вот по такому очному личному общению. Спасибо, всего самого доброго, успехов вам, удачи. Спасибо, Зимнур Хайдарович. В первую очередь, как говорится, за то, что действительно сумели на это время и приехать, и организовать все это мероприятие. От регионального совета получили действительно награду. Очень приятно, спасибо большое. Коллеги, с вашего разрешения я то же самое. Исторических аспектов много. Мы с вами еще на протяжении самого семинара с вами будем на круглых столах разбирать различные вопросы. С вашего позволения давайте я расскажу о моменте, который, наверное, на сегодняшний день прозвучал, наверное, в самом наименьшем количестве. То есть и в публикационной активности, и в докладах практически не было. Это та история, которая была начата с 1985 года, как Решат Равкадович отмечал, на новой территории, новый ботанический сад, уже при Казанском государственном университете после тех перебытий, которые, скажем, были еще с императорских времен. И по-всякому они решались и длились. На сегодняшний день у нас ботанический сад – это учебно-производственный центр Института фундаментальной медицины и биологии. Фактический адрес у нас находится на территории города Казани в Советском районе по улице Зиракле, сегодня, где мы с вами будем все. Общая площадь территории – 3,4 гектара. Это та площадь, которая активно используется для формирования коллекционных участков, экспозицию учебно-образовательного процесса, научно-практической лаборатории, оранжерейного комплекса и, конечно же, участка по просветительской деятельности. Дата создания официальная – 18 января 1985 года. Совет министров тогда с руководством еще Казанского университета приняли решение, что ботанический сад Казанскому университету нужен, и он будет как дополнительным структурным подразделениям полностью соответствовать требованиям и пожеланиям, ожидаемые от университета, как от высшего учебного заведения. Но структура на сегодняшний день, так как у нас общая работа идет, скажем, по ботаническому саду, содержание коллекции, мы, скажем, сейчас те штатные единицы, а научно-просветительская работа, как Гриша Травкадович говорил, у нас открытые лаборатории и ассимиляция с другими институтами нашего вуза, возможность работы, вести научно-исследовательскую работу наших сотрудников на территории ботанического сада, оно, конечно, с каждым годом варьирует, и эти научные проекты, имея свою актуальную группу научных деятелей, они как бы развиваются и работают на площадке ботанического сада. 1985 год, вот как раз год возрождения на новой территории, как озвучил, в Советском районе, здесь первым директором назначается Чернов Юрий Николаевич, и он вот набирает свою команду, которая плодотворно начинает вести работу по развитию ботанического отдела в вузе, тогдашнем Казанском государственном университете. Дальше, скажем, период вот этот 1985 по 2003 года, он настолько сложный, там и перестроечное время, там и много раз меняется концепция, скажем, подход к образовательному процессу не только ботанике, а по всему учебному циклу, поэтому до 2003 года у нас идет развитие таким образом, что сельскохозяйственное направление по Амаранту очень хорошо развивается, то есть есть научные доклады, диссертации, все работы, публикации, и все это было направлением сельского хозяйства. Вот с 2003 года можно сказать, что ботанический сад начинает формировать функцию генетического генофонда растительности, которые за счет интродукции должны содержаться в коллекции ботанического сада. На этот год первой коллекции документированной появляются 233 таксона, и ботанический сад располагает их на открытой, незащищенной территории. С 2009 года по 2019 год начинается закладка дендрарии. Вообще дендрарии, сам закладка дендрарии, изначально, как полагается ботаническим садам, задумано было, что нужен дендрарий, где будут расти интродуценты, адаптированные растения, все нормально. В 2011 году при формировании нового вуза в Республике Татарстан Казанского федерального университета появляется стратегия развития ботанического сада, которая подразумевает под собой, скажем, некую уникальность для данного ботанического сада. Принимается ученым Совета Института фундаментальной медицины и биологии решение, что необходимо создать ботанический сад террасного вида, что соответствует только южнопобережным территориям и горным территориям, где действительно террасы это ощутимы. Данный участок располагал всеми удобствами в том плане, что климатические особенности очень даже содержательны, скажем, и хороши для интродуцируемых видов. Здесь начинается масштабная работа по закладке ландшафта первые годы, а по дальнейшему уже схематически разработанный проект, он идет и с каждым годом внедряется. И вот в 2019 году была высажена последняя культура для закладки того дендрария, который необходим был для нашего ботанического сада для проведения общей образовательной, научной исследовательской и рекреационно-досуговой деятельности. Вот как раз вспоминаю дату 2011 год, сессия ботанических садов Урал и Поволжье. Здесь, что символичным было, дерево дружбы было высажено. Спустя, грубо говоря, 10 лет мы с вами сегодня посмотрим, каких результатов, как говорится, мы достигли, берегли как зеницу ока, чтобы показать через спустя годы, что мы вас всех любим, признаем и с уважением относимся к каждому саду, который принимал участие в развитии и восстановлении ботанического сада Казанского федерального университета. На сегодняшний день учебно-производственный центр ботанических садов при Казанском федеральном университете образуется в 2013 году, мы его тоже фиксируем как историческую нашу дату. Здесь стратегия развития утверждается и руководством ВУЗа принимается полномерное решение по дальнейшему развитию. И вот как раз с этой даты можно считать, что в Казанском федеральном университете появляется ботанический сад, который должен содержать тропийскую оранжерею. Для создания тропийской оранжереи проводится ремонтно-строительная работа, восстановительная работа зданий и сооружений, инженерная сеть, по новой закладывается весь этот тепличный комплекс. И благодарю членов Совета Урала и Поволжи, которые, как говорится, оказывали в этот момент интенсивное содействие и помощь в формировании коллекции тропийских оранжереей. Чуть дальше я обозначу эти все моменты, и уже мы при работе с вами непосредственно на территории ботанического сада будет возможно оценить, в каком состоянии коллекции и в каком виде все эти растения. 2019 год. Открытие субтропийской оранжереи. Здесь для того, чтобы содержать субтропийскую оранжерею, необходимо было предусмотреть новые инженерные сети в системе отопления. Принято решение, что новый блочный модульный котельный, это независимо от города, все свое, и реконструкции, и площадки, как бы они все были выполнены на протяжении двух-трех лет, очень, скажем, такие сжатые сроки, но действительно эффективно использованные сроки, которые нужны были для общего развития. 2020 год. Появляются новые экспозиции. Вот как раз то, что говорилось, биомедицина – это одно из перспективных направлений в университете, и в связи с этим у нас два участка, где от студентов Института фундаментальной медицины и биологии, вернее, у них имеется возможность проходить полевые производственные практики, ввести научно-исследовательскую работу по направлению фармацевтика и лекарственные растения. То есть, опять-таки, этому блоку мы посвятим с вами отдельное внимание, изучим предложение ваше для дальнейшего развития его, обязательно мы все, как говорится, выслушаем и примем, и учтем. Это молодые участки, которые только-только были запущены. Ну и вот коллекционный фонд на сегодняшний день на Ботаническом саде исчисляется 1656 наименованиями растений, в том числе 1166 таксонов открытого грунта и 490 в защищенном грунте. Мы указали те ботанические сады, которые оказывали нам прямое содействие в любое время на протяжении последних 10 лет. Конечно, их число огромное и количество большое, учесть очень сложно, но здесь представлены отделения Урала и Повожа, те сады, которые действительно в тесном контакте всегда помогали. Ну и вот коллекция на сегодняшний день, то, что мы с вами увидим, все процессы, которые идут, и образование, и наука, и лаборатория, и что есть, это все под оценку и под обсуждение с вами уже будет в ближайшие двое суток во время плодотворной нашей работы обсуждаться. Спасибо за внимание. Презентацию на этом как бы заканчиваю, но основную информацию, думаю, мы с вами, когда уже переместимся на территорию ботанического сада, там продолжим за круглыми столами. И, Шатравкадыч, огромное вам спасибо, что наше время и открытие участников принимали информацию. Мы сейчас с группой выходим, начинаем, небольшая экспозиция ботанического сада в фойе будет, мы здесь собираемся, формируем списки, едем в столовую, обедаем, а дальше уже перемещаемся на территорию ботанического сада, где на открытом воздухе продолжится наш семинар. Дарья Шатравкадыч. Спасибо. Спасибо большое. Ну, как говорится, Татарларда Срама, Санбрея Вердавирмилар, да, вот мы с Зенур Хайдаровичем. Уважаемые коллеги, но у меня есть одна огромная просьба, мы к вам, наверное, отдельно обратимся, вот я уже сказал о формировании программ подготовки, начиная от уровня школы, начальной школы, да, заканчивая вот возом самим. У нас сад ботанический, он будет иметь распределенную систему, локализоваться, как на территории, где сегодня находится, конечно, база будет, и будут его подразделения по нашим лицеям и по другим территориям. У нас же есть еще институт экологии, и раньше он назывался факультет экологии по-человедению, да, поэтому очень много перекрытий. И я просил бы вас найти возможность откликнуться, где-то на возмездной, где-то на безвозмездной основе, да, то есть, да, это были и общие публикации, и общая разработка образовательных программ, которые можно также в сетевом варианте и реализовывать в будущем. А сейчас хотел бы еще раз поблагодарить вас за то, что приехали, дай Бог вам здоровья, и сянных салоксисга, и одновременно работая, найдите возможность и отдохнуть, тем более этому способствует и погода. Если будут какие-то предложения, я думаю, наш директор их воспримет, и к следующему семинару мы обязательно реализуем эти проекты на нашей территории. Вот я благодарен за одиннадцатый год. Я не зря сказал, что два года у нас семь ректоров одновременно было вместе с федеральным университетским ректором, да. Был период, когда мы с ректором Казанского госуниверситета, с уважаемым, значит, моим коллегой, сидели в одном кабинете и распределяли, кто какой документ будет подписывать. Этот этап он прошел, поэтому одиннадцатый год он был таким критичным для нас, мы еще сами не знали, как будем развиваться и что делать, честно говоря. Но когда коллеги пришли, раскритиковали, сказали, что до тебя там, я же тогда историю еще плохо знал, ботанического сада, сказали, до тебя почти 200 лет ботанический сад жил, и тебе его уничтожать, поэтому, ну, посмотрите, оцените. Спасибо большое. Исиан Аксалов. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова